Сейчас август и кукуруза еще зеленая. Клести из нее можно, но я люблю собирать талаш, когда кукуруза уже совсем сухая, а пока я хочу использовать запасы прошлого года. Если у вас материала натурального для плетения мало, но есть дома веревка, например вот такая бельевая, то можно плести очень быстро и очень аккуратно. Для начала заготовим материал. Сухие листья, которые еще называют талаш, я отдаю кипятком, слегка их пропариваю и немного просушиваю, а потом рву на полосочки примерно от 1 до 2 сантиметров шириной. В левую руку возьмем веревку, в правую руку две длинные полосочки. Одну из них зажимаем большим пальцем, вот таким образом, а другой полоской начинаем закреплять эту полосу на веревке. Здесь важно сделать это максимально плотно, насколько у вас будет получаться. Дальше продолжить обкручивать эту веревочку. Небольшим нахлёстом накладываем полоску и продолжаем до конца. Потом слегка проминаем всю эту конструкцию и скручиваем. Пропускаем кончик в центральное отверстие, хорошенько затягиваем. Стараемся, чтобы по центру не образовалась большая дырочка. Затем уже с помощью этой ленточки и полосочки мы продолжим обмотку веревки. Укладываем все в виде улитки. Берем следующую ленту, продеваем ее в центральную часть. Если она не проходит, то используем всякие инструменты. У меня это палочка для маникюра и вот такая лопаточка. В крайнем случае это может быть даже пилочка. Так мы продели. Продели нашу полосочку. И вот с нахлёстом на предыдущую намотку добавляем новую ленту. Таким же способом мотаем, пока не дойдем вот до этого момента, когда пойдет третий ряд. А вот теперь внимание, смотрите, здесь первый и второй ряд. И теперь мы будем третий ряд, точнее подхват делать не из центра, а вот отсюда, из-под второго ряда. Берем полосу и очень удобно вот такой вот лопаточкой это делать. Я видела на каких-то видео делают специальный крючок, но мне кажется он толстый и будет протыкать здесь. Где-то я видела заколки используют, но мне кажется самый простой и удобный. И то, что есть практически у каждой девушки, это вот лопаточка для маникюра. Вот хочу показать поближе. Раз, два, три. Три ряда, это четвертый. Теперь мы будем брать под третьим рядом, вот отсюда и продолжать. В чем секрет этого плетения и почему удобно плести с веревкой? Она не становится уже. Когда мы плели раньше, используя тот же материал, то эти хвостики рано или поздно заканчивались. И приходилось добавлять и добавлять, что было не совсем удобно. Плюс это еще давало разную толщину вот этих полосок. А здесь она будет всегда стабильнее. И опять же, вот эти моменты добавления, они убирали у нас скорость плетения. А здесь все быстро и четко. Когда салфетка готова, нужно красиво закончить ее. Для этого я срезала по косой веревку. Вот она утончается постепенно. Затем можно либо взять иголку и нитку вот такого цвета. И пришить вот в таком направлении стежки. Для того, чтобы зафиксировать кончик. Но мы попробуем выплести его прямо полосочками кукурузными. Хочу показать поближе. Вот отсюда я начала намотку на предыдущий ряд. Вот этот хвостик сейчас домотаю. И потом спрячу сзади. ПОДПИШИСЬ! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok